МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19.00 в Петербурге. Здравствуйте. Новостейная команда последних известий. Олег Заславский готовы познакомить вас с самыми интересными и важными событиями, которые произошли в городе и за его ближайшими границами. Поехали. Полгода и свобода. По закону люди, попавшие под амнистию, могут ждать документы на освобождение до 6 месяцев. Сперва сбили, потом и сбили. Полиция пытается выяснить, кто был за рулем автомобиля, наехавшего на пожилого человека. СИРЕНА А город подумал, учения идут. В Петербурге репетировали парад, посвященный 70-летию освобождения Ленинграда от блокады. Тревожные места на карте Петербурга. 100ТВ подводит итоги года и на этот раз вспоминает объекты особого беспокойства городозащитников. Егор Киселев составил оригинальный рейтинг. Дорога ли хвоя? Последние известия посетили открывшиеся в городе елочные базары и узнали, сколько стоят новогодние деревья. Почему на Новый год иностранные туристы потратят в Петербурге меньше долларов и евро, чем ожидалось? Ответ в новостях экономики. Подарки к прошедшему дню Конституции в исправительных учреждениях нашего города и области с нетерпением ждут 170 человек. Именно такое количество людей смогут выйти на свободу по амнистии в нашем регионе. Однако ждать освобождения некоторым из них придется 6 месяцев, поскольку по закону на оформление всех документов отводится именно полгода. В то же время экипаж судна Arctic Sunrise, обвиняемый в хулиганстве и также попавший под государственное прощение, рассчитывает на то, что их уголовное дело будет прекращено до Нового года. Сегодня в Балтинфо журналисты и правозащитники обсуждали масштабность правительственного проекта. По мнению петербургских наблюдателей, амнистия оказалась не такой масштабной, какой могла быть. Изначально предполагалось, что на свободу в стране выйдет от 200 до 300 тысяч человек. В итоге же ограничились освобождением 20 тысяч. Статья, которая связана с массовыми митингами, эта статья была вообще убрана. И если теперь постановление правительства об амнистии на двух листах, наш проект был на четырех. Правозащитников также заинтересовал вопрос, почему в то же самое время под амнистию попали сотрудники МВД и УФСИН, которые были арестованы по обвинению в незаконных задержаниях, избиениях и издевательствах над гражданами. Кроме того, участники встречи размышляли о судьбе экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова. Он может быть прощен, если его признают участником боевых действий. С одной стороны, Сердюков занимал пост министра обороны во время вооруженного конфликта в Южной Осетии, с другой непосредственно в операции участие не принимал и на территориях боевых действий не находился. Обвинения три года ждут. Сегодня экстрадированного из Австрии банкира Александра Гиттельсона перевели в следственный изолятор «Кресты» в Петербурге. Также экс-председателю банков ВЕВК и НКСБанк предъявили обвинение по статье «Мошенничество». По словам его адвоката, никаких новых претензий у следствия к подзащитному нет, а предъявлены трехлетней давности, в которых никакого состава преступления нет, а существует лишь хозяйственная деятельность. Впрочем, у следователей иная точка зрения. Они обвиняют Гиттельсона в миллиардных хищениях, которые тот совершил в период с 2006 по 2007 годы. Если защитникам финансиста не удастся отстоять свою точку зрения, то ему грозит весьма серьезное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Гудбай, Америка. Кириллу Кузьмину, усыновленному американской семьей, придется вернуться обратно на родину. Так постановил сегодня Псковский областной суд, который решил, что ребенок был отдан иностранным родителям на воспитание незаконно. Речь идет о родном брате трагически погибшего в США в феврале этого года Максима Кузьмина. Ответчики семья Шато на судебное заседание в Псков из Техаса почему-то не приехали. Хотя суд извещал их о необходимости явки. Теперь, если американская пара не обжалует постановление российской эфемиды, решение об отмене усыновления и передаче мальчика псковским органам опеки для поиска новой семьи вступит в силу в конце января. Такое решение для Северо-Запада России, добавлю, заявили представители социальных служб Псковской области, является прецедентным. Жители Калининского района сегодня утром оказались на осадном положении. Не все, конечно, а только те, которым необходимо было отправиться по своим делам на частном или пассажирском транспорте. Людям, как обычно сообщают при перекрытиях магистрали, пришлось искать объездные пути, поскольку на Пискаревском встали танки, а съезд с Кольцевой на Шафировский перекрыла колонна военной техники. Вероятно, не все заранее получили информацию о том, что на непокоренных состоится репетиция парада, посвященного 70-летию освобождения Ленинграда от блокады. Олег Кузьмичев был в курсе этих событий, поэтому оказался в нужном месте и в нужное время. В 10 утра на перекрытом для движения проспекте непокоренных не пробиться. Полторы тысячи военных со всех соединений и частей ЗВО отобрали проспект у водителей. Но оказалось, рано пришли, не видно еще ничего. В темноте решили не торопиться. Все-таки парад проходит в незнакомом месте, поэтому нужно при дневном свете увидеть каждый шаг колонны, каждый ее поворот. Светало. Голосом Александра Николашина был озвучен не один парад на Дворцовой. Но тут совсем другой повод. Он ведь и сам блокадник. Все 900 дней провел в Ленинграде. Когда на репетиции пошли легендарные Т-34, он их не увидел. Слишком уж был увлечен. Пусть меня простят. У меня глаза были в тексте, в материале, который я произносил в микрофон. И мне сложно сказать. Я не успевал даже посмотреть, что проходит. Мельком только вижу перед трибуной, что проходит. И успевал сказать об этом. А те же Т-34-ки, как и знаменитые самоходки, пройдут парадом по Петербургу впервые. К 70-летию освобождения Ленинграда от блокады решили пора. Более 100 единиц не только современного, но и исторического вооружения. Одно из лучших со времен войны признан танк Т-34. Поэтому в первую очередь он представлен сегодня в механизированной колонне и идет первым. Возглавляет механизированную колонну. Также с боями по полям войны прошли самоходные установки. Сегодня самоходная установка представлена именно СУ-100. Когда вся колонна уже прошла, оцепление с проспекта Непокоренных не сняли. Журналисты разъезжались, а военные пошли на второй круг. Марш мимо главного монумента в честь освобождения Ленинграда от блокады должен пройти без ошибок. 27 января перед блокадниками второй попытки не будет. Али Кузьмичев и Алексей Харьков. Последнее известие. Петербург. Полиция Центрального района Петербурга нашла предполагаемого автовладельца, который избил пенсионера в минувшую субботу. По словам очевидцев, на улице Восстания иномарка парковалась и чуть не сбила 73-летнего Вячеслава Соколова. Пожилой человек попытался остановить машину, которая ехала на него, ударив ее по багажнику. Вместо извинений пострадавшей услышал от водителя молодого на вид человека поток брани. Этого оказалось малоавтомобилист кинулся на Соколова с кулаками. Обидно и удивительно, что среди бела дня при массовом стечении народа молодой здоровый парень славянской наружности выскакивает, хватает человека с белой башкой, кидает его на землю и бьет ногой. Потом еще хватает женщину, тоже невыглядящей девочкой, и тоже ее валит на землю. После этого водитель, по словам очевидцев, скрылся. Пожилой человек попал в больницу с подозрением на микроинсульт. К счастью, сейчас он уже дома. Завтра собирается на опознание. Как сообщил дознаватель, владельце автомобиля удалось найти по номерным знаком машины. Однако, как оказалось, хозяин авто о происшествии даже не слышал. По его словам, машина длительное время стоит около дома в разобранном виде. Жертвами еще одного нападения стали уже наши коллеги. Съемочная группа программы «Невское утро» телеканала СТО ТВ снимала сюжет о просроченном шампанском, которое якобы входит в подарочные наборы для пенсионеров. Во время интервью с заместителем главы муниципального округа Георгиевский в кабинет ворвался его коллега и попытался силой прогнать представителей прессы. Чем все это закончилось, знает Артур Ахмедгалеев. Это был обычный рабочий день журналистов программы «Невское утро». В муниципальном округе Георгиевский они снимали сюжет о подарках, которые вручили ветеранам к Новому году. Среди них было и шампанское с просроченным сроком годности. Когда о нем заговорили заместителем главы, все и началось. Изготовление... Из вашего согласия не надо снимать, я сказала. Да мы не снимаем без вашего согласия. Все, мы поняли вас. Мы знаем, что провокационные телевизорные... Давайте сломать. Интервью, которое резко переросло в потасовку, закончилось плохо для камеры. На ней сломали фонарь и повредили объектив. Журналисты об этом муниципалам сказали, но те говорили что-то о провокации. Камеру отпустите. Камеру отпустите. На каком основании? На основании, что это закон о СМИ читаете? Самое странное началось дальше. Люди, которые находились в здании муниципального учреждения и несколько минут назад так рьяно рассказывающие о подарках, вдруг решили журналистов просто запереть. В темноте. В этот момент в администрацию уже ехала полиция, чтобы вызволить запертых там журналистов. Те, в свою очередь, время не теряли и попытались записать интервью с представителем округа, который на всякий случай запер себя с ними. Вы лезете, куда вас не приглашают. Начинаете всякие, так сказать, вот один из моментов вашей провокации, что якобы сломана камера там и так далее. Когда съемочная бригада Невского утра уже заканчилась, снимать репортаж про свое заточение дверь вдруг резко открыли и всех попросили на выход. Что ж, полицию с нами не дождетесь даже? Нет, не дождусь. До свидания. Какое до свидания? Ну вот и ждите там в коридоре. Не надо здесь ждать. По факту нападения заявление у журналистов уже приняли, а подарки, из-за которых и разгорелся весь сырбор, ветеранам так и не заменили. Артур Хмельгалеев, Тимур Физалаев, Последнее известие, Петербург. Ну а теперь о настоящих цирковых представлениях. Цирк на Фонтанке готовится к масштабной реконструкции. Сегодня будущее здание обсуждали на пресс-конференции с участием нового художественного руководителя Вячеслава Полунина. На время ремонта временный цирковой шатер установят на Пионерской площади. Правда, всего на 500 мест. И цирковые представления также будут проходить здесь в усеченном виде. Что касается здания цирка Ченизели, здесь планируют отремонтировать купол, изменить зрительный зал. В частности, вместо деревянных откидных сидений появятся кресла, обитые бархатом. Прямо как в дореволюционные времена. Я надеюсь, что мы найдем таких замечательных художников, которые восстановят традиции Ченизели, восстановят старые интерьеры, найдут новые идеи. Ну, сейчас уже несколько художников работает над дизайном, выковыривая из старых архивов разные картиночки. Работы в цирке на Фонтанке продлятся как минимум два года. Поэтому очень, кстати, оказалась новость про возможное восстановление Шапитова автова. Французская компания, которая занималась установкой тента в 1995 году, уже согласилась делать и оборудовать новый шатер по самым современным технологиям. Удалось найти на это и средство. Объявился спонсор. Подробнее о будущем петербургских цирков смотрите в Невском Времене в 21.30. Кого спасать в первую очередь? В преддверии Нового года наш телеканал решил узнать у градозащитников, какие адреса наиболее всего нуждаются во внимании тех, кому дорог внешний облик и репутация Петербурга. Как выяснилось, помимо знаковых точек, таких как Биржа или Дом Рогова, в городе существуют малоизвестные адреса, о которых без должной заботы скоро можно будет просто-напросто забыть. Рейтинг нуждающихся в охране зданий и мест составил Егор Киселев. Тихо, как на кладбище, точно не про фарфоровский некрополь. Весь 2013 год это место оставалось горячей точкой на карте Петербурга. Вообще, кладбище с 300-летней историей страдало от крупного строительства не раз. Трамвайный виадок, станция метро Ломоносовская, кинотеатр «Спутник» постепенно сокращали границы погоста. Но вот против возведения здесь торгово-развлекательного комплекса общественность выступила решительно. Собственник участка сделал ход первым. Начал спиливать деревья в парке, который вырос на месте некрополя. Строители уверяли, никаких захоронений в земле нет. Активисты ответили социальным маршем и неожиданным открытием. В земле обнаружен кирпичный фундамент Свято-Духовской церкви. По решению суда строить ТРК можно только на тех участках, где нет останков. Например, в границах кинотеатра. Под занавес года наконец состоялись общественные слушания по проекту. Однако сказать, что все остались довольны, нельзя. Собор на месте. Суд признал, что на этой территории и кладбище были захоронения блокадного периода времени. И получается парадоксальная ситуация, которая огорчает нас всех. В январе мы будем отмечать 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. А в то же время какие-то структуры, которым город позволяет все, собираются выкопать тела блокадников, остатки их, и уничтожить останки блокадных захоронений. Пятно застройки на набережной лейтенанта Шмидта и по размерам меньше, и в прессе реже мелькало. И появилось бы здесь что-то обыденное из стекла и бетона в полтора раза выше соседнего ансамбля, если бы активисты, обжегшись на молоке, на воду не дули. Настаивают, мол, был здесь прежде особняк Штубендорфа. Вот не надо выкрутасов, воссоздавайте историческую среду. Проектов нового жилого комплекса было два. Второй приличнее первого. Но все равно тревожно. Посады у нас умеют дорабатывать в процессе строительства. Все равно она предусматривает, в частности, очень массивные, внутриквартальные, высокие строения, которые высотой будут вот с этот бизнес-центр. Они призваны прикрыть вот это безобразие, которое сейчас видно с моста и тоже вторгается в исторический облик набережной. Ну, прикрыть подобным безобразием. Не совсем безобразие, скорее издержки коммунального Петербурга-Ленинграда. На родине последнего литературного Нобелевского лауреата нет его музея. А полторы комнаты Бродского в доме Мрузе есть. Культурный центр здесь обещали создать еще к 2012-му. Рубеж пройден, на выходе аварийное состояние здания и собственница комнаты, с которой власти не могут договориться о компенсации. По мнению искусствоведа Михаила Мильчика, 17 миллионов рублей для казны мегаполиса сумма не критическая, учитывая, что до юбилея поэта осталось полтора года. Нужно же экспозицию создать. И если это не сделать в ближайшие месяцы, я имею в виду выкупить квартиру и начать реставрационный ремонт, то ничего не произойдет к 75-летнему юбилею. Деревня Норинская в Архангельской области – место ссылки поэта. Дом, где жил автор, местные власти выкупили и весной собираются ремонтировать под музей. Такая чужбина. Егор Киселев, Сергей Смоляков, Александр Остапенко, Фердаус Анохина и Алексей Звенкин. Последнее известие. Петербург. Несмотря на весеннюю погоду, россияне активно готовятся к новогодним каникулам. И, естественно, многие решили провести их за рубежом. Петербургцы по традиции местом своего зимнего отдыха выбирают соседнюю Финляндию. По прогнозу туристических компаний, около 400 тысяч наших соотечественников проведут рождественские праздники именно в стране Суоми. Примерно на 20, а то и 30 тысяч больше, чем годом ранее. А вот стоит ли ждать притока иностранных гостей в Петербурге на Новый год? Об этом знают новости экономики. Лена, добрый вечер. Добрый. Скажи, пожалуйста, ты собираешься в этот Новый год сама стать иностранным туристом и отправиться, к примеру, в ту же самую Финляндию? Или же встречать иностранных туристов здесь? Ну, Олег, в этом году я остаюсь дома, поскольку это будет и более комфортно, и более дешево. Но, кстати говоря, это не совсем хорошо для нашей городской казны. Все подробности буквально через мгновение. Самолет может стать доступнее. Правительство намерено в 2014 году открыть до 150 субсидируемых региональных авиамаршрутов. А то не государство будет доплачивать авиаперевозчикам за выполнение рейса, а не за отдельно перевезенного пассажира, как это было ранее. Так, в 2013 году в рамках программы субсидирования были перевезены 180 тысяч пассажиров и открыты 54 новых региональных авиамаршрута. На эти цели было направлено 1 миллиард и 350 миллионов рублей. В следующем году сумма вырастет уже до 3,5 миллиардов. И к 2015 году число пассажиров, совершивших перелеты по внутрироссийским маршрутам, должно дойти до 45 миллионов человек. Количество региональных авиалиний при этом должно быть увеличено до полутора тысячи. А вот станут ли дешевле билеты на такие авиарейсы, пока остается только догадываться. Напомню, весной 2013 года министр транспорта Максим Соколов заявлял, что средняя цена билетов на региональных и местных авиалиниях у нас примерно в 20, а по отдельным позициям даже в 45 раз выше, чем в других странах на аналогичных маршрутах. Туристов пересадят на автобусы и трамваи. Депутаты предлагают вести безлимитный проезд для гостей города на общественном транспорте. Проездной должен стать дополнительной функцией так называемой карты гостя. Карта гостя Санкт-Петербурга – это городской туристический проект, который позволяет путешественникам экономить. Та карта на 5 дней за 3300 рублей дает право бесплатного прохода в 40 музеев, посещения различных экскурсионных программ и скидки в отелях и кафе. Такие карты существуют в большинстве европейских городов и обычно также включают в себя и функцию безлимитного проезда на общественном транспорте. Мы от комиссии по туристской индустрии обратились к профильному вице-губернатору Олегу Анатольевичу Маркову для возможной проработки внедрения этого приложения. Если Олег Анатольевич посчитает это возможным, что это будет не так затратно с точки зрения проработки и с точки зрения финансирования этого проекта, то, конечно, дать такую возможность гостям Санкт-Петербурга было бы хорошо. В этом году Петербург посетило более 6,5 миллионов туристов. Это на миллион человек больше, чем годом ранее. Причем количество иностранцев, которые предпочитают самостоятельно исследовать город, а не в туристических группах, растет особенно быстро. Впрочем, конкурировать с другими мировыми столицами за праздничных туристов Петербург все еще не готов. Причем дело не только в том, что нашему городу нечем похвастаться перед зарубежными гостями, а в том, что иностранные туристы далеко не всегда знают о достопримечательных сетях Петербурга и событиях, которые происходят в городе. Как полагают эксперты, именно поэтому и традиционные праздники, например, такие как Масленица и Крещение, которые празднуются в нашем городе с размахом, массового внимания туристов пока не привлекают. Если говорить об иностранном въездном туризме, то все-таки пока еще не готов, потому что не выстроена четкая система оповещения туристов и зарубежных турфирм о том событийном календаре, который у нас есть на новогодние праздники. А вот наши соотечественники охотно приезжают в Петербург на праздники. Впрочем, в связи с нестабильной экономической ситуацией число российских гостей нашего города тоже снизится. Для Петербурга Новый год, Рождество – это высокий сезон, но, скорее всего, количество туристов, которые приедут в Петербург в этом году, оно все-таки будет немножко ниже по тем же самым экономическим причинам. И напоследок о валюте. Доллары с расчетами на завтра стоят 32,95 рубля, евро – 45,09 рубля. Пока это все об экономике. Лена, мы твою тему, наверное, дальше немножечко продолжим, потому что мы будем говорить и о зеленых, и о деревянных. Как ты думаешь, о чем? Наши валюты. Почти что наши валюты. О елках. Елена Григорьева с новостями экономики, а мы продолжаем. В Петербурге действительно запахло хвоей. Сезон елочных базаров открыт. На выбор новогоднего дерева у горожан осталось всего на всего неделя. Официально в нашем городе сейчас действует 108 торговых точек, где можно приобрести ели. Колются ли цены, выяснял Илья Анделевка. Дешевле всего купить елку прямо на плантации. К примеру, такая считается метровой, обойдется всего 85 рублей. В стадекоративной части этой зеленой красавицы полтора метра, и стоить она будет 125 рублей. Максимальная высота елки в питомнике – 6 метров. За нее клиенту придется выложить от 3 до 4,5 тысяч. Между скоплениями веток расстояние не должно превышать 20 сантиметров. Не место на дереве и сухой хвои. Красота елки определяется симметричностью, пышностью и окрасом. Принеся домой, поставить вдали от нагревательных приборов. Если завязаны ветви, значит разрезать. Она примет естественный вид, постепенно растает. Ставить подставку с водой или песок увлажненный, добавил кислую среду. Новогодний ажиотаж уже достиг своего апогея. А в глуховском питомнике кроме нас не души. Хотя в советское время за каждое стройное деревце здесь кипела борьба. Порядки с тех пор не изменились. Выбрать все так же можно самому – срубить или выкопать с комом. Это тоже по желанию. На елочном базаре цена этих хвойных вырастает как минимум вдвое. Обычно елка в горшке 600 рублей. Попышнее, повыше 700. Такие елки у нас, голубые ели, считаются элитные, 3500-4000 в месяц с грунтом. Такие елочки у нас, полторы, маленькие, 350-400 рублей. Один из последних новогодних трендов – деревья в катках для тех, кто хочет в полном смысле слова живую елочку. Елочкой праздник, она была еще маленькой, она находилась в катке. Потом, впоследствии, мы ее посадили на участок, и вот она уже выросла. За год рябаяла прилично. Другая тенденция. Еле обыкновенные отдали пальму первенства более экзотическим видам. Сибирский кедр, датская пихта, канадская сосна завоевали звание хит-сезона. Канадская сосна наберет своей пышности. У нее очень длинные иголочки, у нее широкие ветки, у нее практически не видно самого ствола. Зарубежные хвойные колются не только своими иголочками, но и ценой. Среднестатистическая двухметровая ель стоит несколько сотен рублей. Импортные сорта в среднем несколько тысяч. И все же самым дорогим новогодним натуральным деревом, которое мы отыскали в Петербурге, оказалась не гость из Америки, Канады или Европы, а елка из Перми. Ее высота порядка 7,5 метров. Это самая дорогая елка у нас. Она стоит 44 тысячи. Но на нее тоже есть свой покупатель и в ближайшее время она будет стоять на площади нашего города. Сегодня в Петербурге работает около сотни елочных базаров. Торгуют лесными красавицами, также крупные магазины и супермаркеты. Продавцы советуют приобретать главный новогодний атрибут в светлое время суток, ведь в темноте недобросовестные коммерсанты могут скрыть брак. Илья Анделев, Колька Копленова, Наталья Глухова, Геннадий Голубев, Петр Конопатов, Мария Макарова. Последние известия. Петербург. Сейчас короткая реклама, после продолжим. Рифгаш. Королевская сказка. Участвуй в беспроигрышной лотерее. Выиграй уикенд в настоящем замке или 1 миллион 200 тысяч призов. Рифгаш. А вы давно в семье? Нет. В семье товары быстро улетают. В новую семью. А почему? В семье удобно. Скидки отличные. Все мечтают сюда попасть. И товары, и покупатели. Семья. Продукты рекомендуют. В магазинах ТОТО распродажа. Скидки до 70%. Михаек Кожа в ТОТО. Любимая Индия снова в Питере. 25 декабря по 5 января. На Гагарина 8. Синьор Хворостовский, я знаю, что вы ищете. Вам нужен совершенный подарок. Феррера Роше. Это неповторимая магия мастерства, воплощенная в изысканном вкусе. Какова цена? Есть ли у вас что-то столь же прекрасное? Встречайте Новый Год в золотом блеске Феррера Роше. В Телемаксе 11 миллионов рублей на призы и подарки. Например, к 3D-телевизору «Филлипс» за 18 999 суперприз-планшет. Телемакс. Покупать сегодня выгодно. Киви НАТО. Здесь уже живут. Таунхаус. 70 квадратных метров за 1 миллион 400 тысяч рублей. Звоните. 337-13-12. Ты же покупаешь только качественные продукты. Иди в Лэнд. Туда далеко ехать. Новый Лэнд открылся рядом с домом. Кыш. Я забочусь о здоровье своей семьи. Я иду в ближайший Лэнд. Хотите узнать, где на самом деле Золушка встретила принца? Приходите в цирк на Фонтанке с 25 декабря по 12 января. И родителей не забудьте. Готов? Да, да. Давай. Да. Да, я заправляюсь. Скоро буду дома. Опять задерживаешься. И наверняка опять забыл йогурт купить. Когда я забывал. АЗС «Газпромнефть» — это не только качественное топливо. Здесь всегда уютная атмосфера и свежие продукты. Сеть АЗС «Газпромнефть». Мы делаем больше для тех, кто в пути. Продолжаем выпуск. Сегодня на заседании Госсовета Владимир Путин призвал поднять уровень российского образования. А так уже решено вернуть выпускное сочинение. Писать на заданную тему школьники начнут со следующего года. А вот справятся ли они с этим, на сей счет есть своя точка зрения у Марины Шишкиной. Недавно президенту пожаловались. Оказалось, что система ЕГЭ в Российской Федерации своей цели не достигла. Случилось то, о чем предупреждали школьные и вузовские преподаватели, когда тотально и насильно вводился ЕГЭ. Наши дети разучились аргументированно, логично и грамотно излагать свои мысли. Поэтому было решено вернуть в итоговую аттестацию школьников сочинение. Около 10 лет наших детей учили играть в морской бой. Только вместо кораблей на поле боя оказывались слова, цифры, формулы и литературные персонажи. Этот морской бой назывался единым государственным экзаменом. Вот один из вопросов демоверсии ЕГЭ по литературе. Школьникам предлагается угадать, каково соответствие между персонажами и их дальнейшей судьбой. Речь идет о героях романа Тургенева «Отцы и дети». В левом столбце перечисляются персонажи Базаров и братья Кирсановы. В правом – варианты их дальнейшей судьбы. Например, получает ранение на дуэли, женится на сестре Одинцовой, умирает от тяжелой болезни, делает фенчику законной женой. Спрашивается, чем техника приведения персонажей в соответствии с их судьбой отличается от игры в морской бой? Да ничем. А – ранен, Б – ранен, В – убит. Поняв, что ЕГЭ скоро приведет к тому, что студенты не способны будут даже конспектировать лекции, было решено срочно реабилитировать сочинение. Это решение было воспринято как благо. И теми, кто боролся за его сохранение 10 лет назад, и теми, кто признал исключительные права сочинения лишь после общественного фиаска ЕГЭ. Ну и что же дальше? Чиновники от образования схватились за эту идею с той же слоновьей грацией, с которой вводили ЕГЭ. Сочинение предложено писать уже со следующего года. Школьные учителя, которые и будут притворять новую реформу в жизни, в тревоге. Чтобы подготовить детей к сочинению, говорят они, требуется не один год. Надо возвращаться к истокам и переписывать заново всю школьную программу. Ведь сегодня в старших классах всего три часа литературы, ровно в два раза меньше необходимой нормы. В дополнительном обучении, кстати, нуждаются и сами учителя. Ведь они давно трудятся по совершенно другим стандартам. В переводе с латинского слово «экзамен» означает стрелку весов, язычок. В России эту стрелку колебали очень часто. Так, например, после революции 1917 года экзамены вообще отменили. Но, почувствуя учащихся недостаток систематических знаний, вернули вновь. Градоначальник Беневаленский из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина писал. Просвещение нужно внедрять с уверенностью, по возможности избегая кровопролития. Неужели наши дети учатся для экзамена, а не для знаний? И если все-таки для знаний, я уверена, что получать их можно только в ситуации определенности и стабильности. Два поражения и одна победа с одной стороны. Более чем уверенная игра защитника СК Максима Чудинова с другой. Эксперты 100 ТВ разбирают выступления сборной России по хоккею на Кубке Первого канала в Сочи. Все подробности в 20.00. Сейчас климатические известия. Итоги дня в Невском времени в 21.30. Прощаюсь, но ненадолго. Здравствуйте в студии Александра Розгильдеева с прогнозом погоды. Во вторник, 24 декабря, Атлантический воздух поддержит аномально теплую погоду в Европейской России. День пройдет под влиянием Барического гребня, поэтому осадки будут маловероятны. Только к вечеру с приближением атмосферного фронта на западе Ленинградской области пройдут небольшие дожди. На северо-востоке области облачно с прояснением без существенных осадков. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер западный, юго-западный 2,5 метра в секунду. В юго-восточных районах облачно, однако в течение дня небо ненадолго прояснится. Здесь столбики термометров поднимутся до плюс 1, плюс 3 градусов. Ветер слабый, юго-западный 2,5 метра в секунду. В центре пасмурно, но солнце все же изредка проглянет сквозь облака. День пройдет без существенных осадков. Температура воздуха составит плюс 3, плюс 5 градусов. Будет дуть легкий западный ветер до 8 метров в секунду. На юго-западе облачно с прояснением. Вероятность осадков невелика. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов и слабый юго-западный ветер. В северо-западных районах солнце ненадолго покажется из-за туч. Вечером возможен небольшой дождь. Здесь будет также от плюс 3 до плюс 5 градусов. И умеренный западный ветер 4,7 метра в секунду. На границе с Финляндией во второй половине дня местами кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 2, плюс 4 градуса. Ветер западный юго-западный до 7 метров в секунду. В Петербурге облачно с прояснением без существенных осадков. Днем плюс 3, плюс 5 градусов тепла. Ночью местами небольшой дождь и почти дневная температура плюс 2, плюс 4. Ветер слабый западный юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба. А вот в Москве к вечеру подморозит. Там будет до минус 4.